Здравствуйте! В эфире программа «Между тем». Меня зовут Владимир Добритский. Когда только мы начинали работу над программой, решили, что гостями нашей студии будут люди талантливые и интересные, значимые не столько чинами или званиями, а сколько в общечеловеческом смысле. Надо сказать, что часто нам это удается. И вот сегодня я хочу вам представить, на мой взгляд, именно такого человека. Поэт, музыканта Игорь Хентов сегодня в нашей студии. Володя, спасибо большое. Как приятно слышать комплименты, когда они из уст такого человека, как ты. Спасибо. Я всегда стараюсь начать с комплиментов, чтобы настроиться на хорошую беседу. Игорь, начну с твоего четверостишия, которое мне нравится совершенно безумно. Вот просто безумно. Я его прочту и от него уже начнем нашу беседу. Мне само интересно, что тебе нравится больше всего. В хмельном кафе в один из летних дней один чудак под звуки розы чайной спросил, а вы случайно не еврей? Ответил я еврей, но не случайно. Вот это твои строки, правда? Володя, это твое мнение совпало с мнением Губермана. Потому что мы в Ростове, когда получилось так, что мы общались и выпили рюмочку водочки, там одну вторую. И я тоже начал ему читать свои хентики. Ну, естественно... Сразу оговоримся, да, что у Губермана Гаррики от Губермана, да, а у Хентова Хентики, если бы я писал, были бы Добрики, да? Конечно. В каждом городе знаю, в Одессе живет замечательный врач, ему 80 лет. Он пишет Ленчики. Я пишу Хентики, да. Да, да. И как раз из того, что я ему читал, Гублин говорит, а ну еще раз, а еще раз. Я читал ему раз в пять. Вот эту? Да. Ну вот, действительно, еврей, ну совершенно не случайно, мне кажется, возможно, ты поспоришь со мной, мне кажется, что даже в этих строках, которые, повторюсь, мне безумно нравятся, есть некая исключительность, что ли, на мой взгляд. Да, еврей, ну не случайно. Вот это свойственно этому народу, да, такая богоизбранность, мы это знаем. Вот как в этом смысле? Близко это тебе или нет? Володь, ты знаешь, еврейская богоизбранность, она преувеличена, она скорее в том смысле, что евреям пришлось вот по ходу их брожения по всему миру испытывать столько бед и страданий, как к никому другому. И прежде всего, их богоизбранность именно в этом, пожалуй. Но дело в общем, я могу сразу ответить своими четырьмя строчками. Конечно, я этого и хочу. Да, да, да. Как раз вот именно по этому поводу я как-то написал. «Нам Богом с давних пор подарены скрижали. Суть записей святых, кто жаждет, тот поймет. Коль часто молот бьет по судьбам, как по стали, не сокрушим, как сталь, становится народ». Вот и все. Да, да, это достойный ответ. Игорь, ты верующий человек? Я скажу так. Ну, я безусловно хожу в синагогу. Я хожу в синагогу нечасто. Говорить, что я верующий, это то же самое, что назвать верующим человека, который когда-то работал в Ракоме партии, потом одел на себя крест и стал как бы верующим. Таких очень много. Я не буду лицемерить. Я безумно чту религию. Не только иудаизм, естественно, христианство, и буддизм, и все остальное. Когда это вот в самых таких лучших проявлениях, я глубоко убежден, что плохого нигде не написано. Просто есть люди, которые трактуют по-разному эти вещи. Вот же в чем дело. Так что можно сказать, что я светский человек. Со всеми слабостями, присущими светскому человеку. Безусловно. Но я скажу еще одну вещь. Вот именно тогда, когда меня пути неисповедимые привели в синагогу, то есть когда это стало можно в 90-х годах, вдруг во мне что-то открылось, такое, что в плане поэтики, естественно. Я стал писать намного плодотворнее, чем раньше. Вот прикосновения, видимо, каких к Торе той же. Я Тору прочитал, когда мне было лет 45. Ну, Тора, вы понимаете, что это Библия просто переписана. Да. Но, безусловно, это все инструкция, как жить человечеству. Если бы я это прочитал, наверное, в 15 лет, наверное, многое я бы сделал в жизни по-другому. Ну, я говорю вот так. Конечно, я пойду отмечать еврейский Новый год, послезавтра в синагогу. С таким же удовольствием я отвечаю христианский Новый год, тем более, что супруга христианка, ну, и дети, в общем-то, как бы. То есть у нас сочетается и то, и другое. То есть, Игорь, к Библии, да, отношение такое, как к инструкции, как жить, а не как к святой книге, который там вот такой. Я почему спрашиваю? Это у меня так. Недавно я у Познера прочел, который, не стесняясь говорить, что он атеист абсолютный и не верит. Ну, он атеист. Он говорит, Библию необходимо прочесть, говорит он. Хотя бы потому, что это инструкция, как жить человечеству. Но при всем при этом Эйнштейн перестал быть атеистом. Очень многие ученые, великие мужи, ученые, уж не Познер, а Эйнштейн, в чем уважение к Познеру, стали верующими, прикоснувшись к чему-то такому, чего они не могут объяснить просто. Ну, вот многие говорят, что вообще жизнь очень проста. Нужно жить, соблюдая 10 заповедей Божьих, и все будет в порядке. Мне кажется, это чрезвычайно трудно, на самом деле. Так вот теперь от еврейской исключительности. Вот ты говоришь, 10 заповедей. Но ведь Иисус Христос, понятно, повторил эти заповеди. Он повторил Моисея, да? Но Моисея же было, Бог ему открыл 613 заповедей. Такие иудеи-то правоверные живут по 613 заповедям. Это еще сложнее. Так вот, если сложно жить по 10, каково живется по 613? Тем не менее, есть люди, которые так живут. Ну, жить так по 10 уж заповедям, жить, наверное, кому-то сложно, но необходимо. Потому что, ну, никак нельзя убивать, и красть нельзя. Вот с точки зрения, там есть еще. Еще, да. Да, и не прелюбодействуй, и не желай жены нижнего своего. Да, да. Тут мы к светскому переходим, да? Конечно. К человеку светскому. Да, да, да. Поэтому, вот что касается не убий, да? Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. И я знаю, что ты своими хентиками тоже откликался на нее, не мог не откликнуться. Это события в Украине, которые происходили, происходят. Вот это брат на брата, да, то, что предки наши испытали во время гражданской войны, да, которая была. То же самое происходит. Ну, я скажу так, что я на это сразу откликнулся не столько хентиками, а дело вот в чем. И больше я практически особо в общем плане ничего по этому поводу не писал, но если не говорить о тех событиях, которые происходят сейчас, потом уже, да, но просто я когда увидел вот эти вот эмблемы, ты понимаешь, бандеровские эмблемы, я когда увидел, то, видимо, это пепел класса. Просто так, конечно, потому что так получилось, что моя мама, Царствие Небесное, одна из крупнейших филологов Ростова-на-Дону, родом из еврейского местечка Монастырище, что под Винницей. Так вот, из класса, где она училась, а было раздельное образование, девочки, мальчики, вот у меня фотографии есть, вот эти девочки, я не знаю, сколько там их, 30-40. В живых осталось только две, только две, моя мама, и то только по той причине, что с ее дедушкой им было поручено райкомам партии вывезти, дедушке было поручено, вывезти детский дом оттуда, ну, безопасное место. И я помню, маме этот сон снился всю жизнь, маме снилась вот эта война, как снаряд попал в машину, как дед подошел к капитану армии нашей, которая принимала бой, во время боя вывозили детей, и сказал ему, сынок, ты понимаешь, ну вот это дети, а мы никак не можем попасть в плен, потому что мы евреи, нас ребенка убьют сразу, а ее отец, то есть мой дед родной, сейчас воюет, дед закончил войну под полковником, вот. А капитан ему сказал, отец, ничего не бойся, я дам машину, дал машину, посыл детей с ранеными и всех вывез. Но я о другом. Мамина подружка, тетя Фаня, ее тоже сейчас нет, ее тоже сейчас нет. Так вот, люди жили все вместе, жили украинцы, евреи и поляки, а перед приходом Донецка начался погром. И соседи начали их громить и зарубили родителей на глазах у ребенка. Она спряталась под одеждой, осталась жива и бежала через лес, а другая украинка ее спасла, выдала за свою дочку и водила в церковь, а батюшка аж видит, что она не умеет молиться, он ей ручкой показал, чтобы никто не заподозрил, насколько разные люди, настолько разные судьбы. Так вот, я написал стихотворение под названием, песню вернее, под названием «Но пасарат». И выложил ее в интернет, я же все, ты знаешь, да, все у меня в Фейсбуке, ровно через 9 дня мне позвонил мой товарищ, говорит, смотри, что ты сделал, открой, такой сад называется «Сайт Севастополь-Форпост». Я открываю, мое стихотворение, слова Игоря Хентова, автор и певец такой-то. Человек играет на гитаре, поет, и штук 400 обсуждений пишут, что это, мне неловко говорить, но пишут, что это чуть ли не Высоцкий, что это лучшая антинацистская штука, которая когда-либо, когда была... Ну вот это мой мизерабельный вклад, наверное, в эту историю все. Сегодня украинские родственники звонят российским, говорят, знать вас не хотим, да, это вот противовес тому, что ты говоришь, что когда украинка прятала евреи. Вот это, вот это, конечно, страшная история, закончились боевые действия, не закончились, что будет дальше с этим... У меня всюду друзья, и там, и там, и там, у меня друзья, естественно, и в Америке, и в Израиле, где угодно. Мы просто стараемся, чтобы сохранить друзей, не касаться этих тем. Мы говорим о других каких-то общечеловеческих моментах, кроме этих тем. Ну, конечно, я мечтаю, что это все пройдет. Как или больше. Да, я думаю, что все разделяют... Ну, логика жизни такова, что все-таки лучше не воевать. Это, конечно, спасибо за это мнение. Вот еще одна тема, которую мне хотелось бы коснуться. Мы живем на Дону, и, конечно, наш донской бренд – это казачество. Казаки, да? Мы всячески стараемся, ну, умело или нет, на уровне государственном продвигать эту тему, да? Есть, как минимум, два еврея, посвященных казаки. Это Александр Яковлевич Розенбаум и скрипач Моня, да? Нет, не может быть. Телесин, нет? Нет, 100% этого не было, не было. Во-первых, Моня умер в 93-м году, когда вообще никогда в жизни Моня вообще не был в этих движениях. Это Розенбаум по тому поводу, что он писал песни «Пуля казака», ну и так далее. Вот как отношение твое вот к этим вещам? То есть сейчас, ну, есть тема, которую часто обсуждают, ряженые или настоящие, нацепили себе медали, не нацепили, форма, чувствует он это или нет. И вот эти посвящения в том числе, да? Ну, любой человек, ну, давай я тебе посвящаю. Это же красиво. Это же интересно, ты с шашкой там что-то рубишь, ты пьешь чарку с шашки и так далее. Это же здорово. Ну, давай будешь казаком. Вот эти вещи, насколько... Ты знаешь, я при всем уважении и моей толерантности, я все-таки, знаешь, вот как это сказал кто-то из мудрых, ничего слишком. Да, это правда. Ничего слишком. Но дело в том, что мне же пришлось писать песню, опять же, своим любимым композитором Игорем Левиным, которая является сейчас, ну, как бы не главным гимном Ростова-на-Дону. Что значит пришлось, заставили? Да, нет, пришлось. Нет, ну, на все проще, ну, просто так уже сложилось, что у нас определенный бренд, и мы пишем песни, ну, и так далее. И, конечно, я там коснулся и этой темы, но более широко я ее коснулся, пожалуй, в песне о войне, где просто написал там так при певе «вышел в степь казак, целовал ковыль о былых боях, дон слагает быль». Ну, потому что история Ростова тоже неотъемлема от истории казачества. Конечно, конечно. Тем более, ведь где мы недавно с тобой встречались, да? Конечно, мы были в гостях. Да, да. Поле Закруткиной. Да, да, да. Внучки замечательного. Да, внучки великолепных писателей великого. Ну, что говорить, что есть, то есть. Я единственное, просто надеюсь, что вот эта вот какая-то дружба, которая объединяет людей, которые живут в Ростове, она как-то никогда не нарушится, да, и просто не будет ничего другого. Спасибо. Я с равным, с чувством брезгливости, понятно, что я не могу слово «жид» слушать, конечно, но я также не люблю и слово «хохол», да я и «кацап» слово не люблю. «Каждый народ должен называться тем, кто он есть». Ну, вот по этому поводу, видимо, так. Спасибо. Есть еще одна тема, которой хотелось бы, конечно, уделить гораздо больше внимания. Это тема эстрадная, тема поэтическая, да? Я знаю, что «Песни на твои стихи» исполняют и звезды российской эстрады. Это Апина, да? Это группа «Штар». Ну, да, если говорить так, да, да, да. Понят, ли они это еще сейчас, или это уже, так сказать… Ну, почему? Вот «Штар» одну песню поет и сейчас все время, называется, имеет два названия. Иногда я получаю по авторским правам под названием «За облаком», иногда как-то, не помню, как-то, ну, в общем, «За облаком», про говоря, «За мечтой». Да, ну, и Апина тоже поет, но я не могу сказать, что это прямо я этим живу. Единственное, что, что, вот действительно, у меня подписан уже контракт, и эти песни у меня же приняты, вот должен выйти какая-то очередная мыльная опера на 200 серий, потому что я же иногда пишу с Зубковым толиком, это известный композитор. И вот там две песни на мои слова, так что вот фильм будет, там две песни. Но это сугубо заказы, и об этом… Это ожидаем мы в 15-м, или еще пока непонятно? Я понятия не имею, просто гонорар нам выплатили песни, приняли, и вот по второму каналу это все будет. Когда это будет, я даже не знаю. Но вот лучшая из песен в этом плане, которую пели в Москве, и я даже был на этом приеме, организованном Дробышем, это был проект Дробыша, была такая певица, звали ее на эстраде Ивановна. Да, была, я даже помню, да. Да, вот мне принадлежит честь написать слова, песни, о которой она тогда сказала, что это лучшая песня, и всем выдали как приглашение по одной песне из диска именно с этой. Называется она «Песнь моей души», и если я вот был в Москве, сидел там, ну, в общем-то, изображал из себя метро, да, ну, выпивал… Уверен, что успешно. Весьма, весьма. Да, вот эта песня хорошая получилась. Что касается эстрады, мы еще поговорим, и я очень хочу, чтобы ты прочитал… А в Ростове все поют. Я знаю, да, и Симон, и Надолинский, да, да. От Гончарова, ладно, все поют. Я хочу, чтобы еще потом по эстраде прозвучало несколько хентиков, потому что есть, есть таким нашим столпам эстрадным посвящены. Мы сейчас посмотрим видеофрагмент из одного, ну, на мой взгляд, неплохого фильма. Это касается нашей темы. Там встреча продюсера и начинающей певицы с поэтом-песенником. Вот так вот. Да, это выставлено несколько в таком, скажем, ироническом ключе, но обсудим то, что увидим. Сразу каланавдур. Я пишу иногда фразы и дописал «поэт-плесенник». Хорошо звучит. Ну, посмотрим, этот поэт-песенник достоин так называться. «Плесенник» или нет. «Только сердце стук, лишь мобильный со мной мой друг, но звонок его нем, а экран его пуст, отражает мою лишь грусть». Грусть, мой мальчик, гений. А это все ваши песни, да? Ну, это маленькая часть. А вы стихи не пробовали писать? Да нет, вы меня не поняли. Я имела в виду настоящие стихи. До свидания, девушка. Надеюсь, дорогу до двери найдете сами. Ну, вот такой фрагмент. Так, плесенник он или нет? И вообще, поэт-песенник, чем отличается от поэта? Потому что обычно, ну вот почему здесь такая ирония, как мне кажется? Обычно считают, что поэт-песенник – это все-таки вот звонок его нема, экран его пуст. Нет, вы знаете, что я… Пуст, грусть, кровь, бровь и так далее. Я скажу, что просто изменилось понятие самой культуры к величайшему сожалению. Я могу сразу четыре строчки выдать? Конечно, конечно. Самое интересное, что я их написал вчера вечером. Не могу, а должны. Вчера вечером. Просто должны. Идет все вот откуда. Называется «О книге». «Коль книге ты, как другу, с детства рад, то дружбу береги. И без сомнения, она вознаградит тебя сто крат, спасая разум твой от разрушения». Так вот, когда это перестало действовать… Я, кстати, учительствовал одно время. И в училище сус преподавал. И когда люди перестали читать, это страшнее цунами. Это страшнее чего? Это страшнее взрыва Джамалунгмы. Это страшно. Да. Вот отсюда, отсюда, настояя поэтам хорошим, уже не место на эстраде. Вот вы, внимание, вот «Ресник» не пишет, да? И «Пушкина» тоже не пишет. И «Рубальскую» новые песни тоже нет. Да, есть какой-то… Изменились сами понятия песни. Кстати, с музыкой происходит то же самое. И что теперь появилось? Почему называют даже не поэта, а автор слов? Потому что если раньше композитор писал на слова поэта, то теперь я сам делаю точно так же. Мне присылают музыку, а я под эту музыку загоняю текст. Ну, это счастье, когда тебе музыку присылает Игорь Левин. Потому что она безумно талантлива. Ну, или кто-то равный, да. Да. А когда заказ, извините, извините, заказ. То есть действительно слова подгоняются под мелодию? Ну, а как? Это вообще известно, конечно. Ну, все знать невозможно. Поэтому я для себя тоже какие-то вещи открываю. Игорь, прошу, два-три хентика о звездах эстрады. Вот я знаю о Михайлове есть потрясающе. Мне тоже очень нравится. Есть, есть. Сомнение, что у меня же столько понаписано всего. Итак, да, недавно я написал Стасу Михайлову. Ответ я читал в Фейсбуке, видимо. Да, да. Он поет цепь с крестом теребя, Без тебя, за тебя, для тебя, Не прервав свою соло на миг, Нервно курит в углу бедности. Ну, это же частности. Нет, при всем уважении. Разумеется, разумеется. Но все, что я хотел выразить в целом и выражаю, Вот в этих четырех строчках, скорее. Друзья изящных мус, Смотрите ныне в оба. В борьбе за гонорар, Де-факто и де-юре, Зловонная волна разнузданного стеба Идет на островке оставшейся культуры. Вот это мое кредо. Ну, да, здесь трудно сказать как-то более, Может быть, разветвленность. Здесь все в этих четырех строках. Ведь в этом, как мне кажется, И смысл, вот весь кайф, Как ты сам выражаешься, да? Ну, конечно, ну. Вот этих хентиков, гариков и чего угодно. Да, да. Когда в четверостише вмещается Некий философский смысл, Точка зрения автора. Ну, поэтому ха-ха-ям вечен. И главное, что эта точка зрения, Почему она находит отклик, Отражает, ну, очень многие думают так же. Поэтому и нравится. Ну, конечно, конечно. Вот я когда-то, вот случайно совершенно, Начал это писать, Ну, помимо своих новелл, песен, Там и недавно драматургом стал, так сказать. Ого. Да, между прочим, Должна быть постановка в Израиле. И она принята уже в стихах. Называется «Моисей». Ростовский автор, постановка в Израиле. Для русскоязычной. Все русскоязычные, для русскоязычных написано. Продюсер русскоязычный, композитор, Ну, там треть населения. Любимая Левинская. Да, мой... Он, отправляя на программу, Я так понял, сказал... Мой дорогой друг, замечательный композитор Левин, Сказал, сказал, Слушай, тезка, ты вот будешь на программе, Обязательно прочти то, что я люблю. Называется «Неделон». Помятый вид, там колит, там болит, В душе бардак, бумажники не лучше. Да, ни «Делон», ни «Каприо», ни «Питно» хочется, Чтоб с Моникой Белучи. Да, всегда. Всегда хочется, несмотря на то, кто смотрит на тебя в зеркало, Всегда хочется, чтобы где-то так вот не меньше, Чем с Моникой Белучи. Трудно попасть на эстраду сегодня. Ты же работаешь и с ростовскими исполнителями, Да, которые и солисты филармонии, и так далее. Но вот мы не слышим о них в каких-то российских конкурсах певческих. Никто из наших, а я знаю, ведь есть замечательные талантки, Не участвуют в том же голосе. Да, вот в чём делать? Это не должной финансовой подкладки. Деньги, только денег. Конечно, только денег, к сожалению, большого. Мне сколько раз говорили, Левину там уже, А не пора ли вам в Москву? Ну, а как пора? Ну, вы же сами понимаете, что я продам всё, что мне есть, И куплю себе я где-нибудь там за городом. Ну, есть вот это ощущение, что здесь я, Майя Страхентов, а в Москве, Среди многих-многих-многих-многих, может быть. Вот, может быть, это останавливает отчасти? У меня, честно говоря, может, это плохо. Никогда не было комплекса неполноценности. Ну, серьёзно. Верю, верю. Вот в этом плане. Дело в том, что у меня три... Во-первых, меня-то в Союз писателей принимали в Москве, а не в Ростове. Да, кстати говоря, не Ростовское отделение москов. Ещё была жива Рима Казакова, Это автономный Союз писателей Москвы. И совершенно, в общем, мне предложили, у меня была передача на радио «Голос России». И журналист в то время сам, это не стоило денег, он сказал, слушай, дай я тебе ещё сделаю передачи. Я сделал две ещё передачи. Ну, я думаю, что просто поздно уже. Вот если бы это всё, когда мне было лет 30, ну, край 40. Ну, а куда сейчас уже, когда тут уже налаженный быт, налажена жизнь, да и клиентура, честно говоря, ну, вот в плане... Есть что оставлять, короче говоря, да? Да, ну, конечно, конечно. В том числе и какие-то связи, и наработанные контакты и так далее. Ну, всё равно стало легче, благодаря интернету, потому что ведь, я тебе ещё тогда говорил, вот сейчас у нас с Левиной будет колоссальная презентация, просто это будет мировая премьера в декабре. Ну, так, дирижёр будет, ростовчанин же, это мировая звезда, Миша Кацун, специально приедет дирижировать музыка Левина, слова мои. Ну, а мы живём в Ростове, тем не менее. А всё это будет под эгидой ЮНЕСКО, между прочим, проходить. И благодаря всему этому делу сам Евтушенко прочитал эти тексты, потому что это прямое продолжение Бабьи Вояра, посвящённое Змеёвской балке, дал этому хорошую оценку. Игорь, у нас остаётся полторы минуты. Вот то странное чувство, которое я всегда испытываю, когда человек великолепный собеседник, интересный, и хочется продолжать продолжать, а эфирного времени не хватает. Ты принёс двухтомник. Это тебе. Да. Это всё тебе. Да, но дело в том, что получилось. Это вышло два года назад, и за это время у меня же столько новых хинтиков, что мне пришлось взять с собой. Скоро придётся полочку оставлять для того, чтобы ставить только хинтово. Я надеюсь. Спасибо большое. И за подарки в том числе уверен, что мы встречаемся впервые здесь, в этой студии, но не в последний раз. Что касается замечательного Игоря Левина, я прошу передать привет. И думаю, что он тоже станет героем одной из ближайших передач программы «Между тем». Во всяком случае, беру на себя такое обязательство. Это интереснейший человек. Обязательно передам. Вообще в Ростове такие люди. И Ростов ничем не сравнимый город. Люблю его. Вот на этой оптимистической ноте можно и закончить. Спасибо, Володя. Спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо огромное. В гостях программы «Между тем» был поэт, музыкант, композитор, просто замечательный, интереснейший человек с интересной судьбой Игорь Хентов. Мне посчастливилось быть дружным с этим человеком. И сегодня он в нашей программе. Говорили мы сегодня о многом. Мы с вами, уважаемые телезрители, встретимся в 19.30 на следующей неделе в программе «Между тем» на телеканале «Южный регион Дон». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин